Мы вас приветствуем, дорогие друзья! Находимся с Игорем Шереметом на Московский Урбанистический Форум, где мы изучаем все самые современные технологии, которые есть сегодня в мире, начиная с Smart City, заканчивая то, что связано с реконструкцией. Это строение, эта стройка именно не в том виде, которое присутствует сегодня у нас практически во всех городах страны, а так, как это делается сегодня во всем мире, используя современные технологии. Игорь Ильич присоединился сегодня ночью. Завтра ждем, прилетают наши коллеги из Бельц. Здесь также большая делегация. Почему разбили на несколько этапов? Потому что мероприятия будут в течение недели абсолютно с разной тематикой. Ну а то, что Московский Урбанистический Форум объединил под эгидой мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, значит, вчера был ужин, приуроченный к открытию этого форума, на котором послушать выступление экс-мэра Лондона, который руководил городом с 2000 по 2008, значит, действующий первый вице-мэр Сеула, бургомистр Дюссельдорфа и также руководители других европейских городов, как Милан, Рим и так далее. И такие мероприятия являются поучительными. Ну, как вы понимаете, Москва сегодня одна из крупнейших мегаполисов в мире. Поэтому то, что мы видим здесь, мы вам с Игорем Ильичем что-то сейчас покажем. Игорь Лисович, пусть вала болтать. Ну, то, что касается сегодняшнего дня, как бы сегодня официально открылся форум. Самая главная тематика форума Московского международного – это агломерация, то есть это расширение городов. Тому и Ренат Ильич обозначил самые такие, самые большие агломерации мира, то есть Москва, Сеул, Токио и соответствующие тенденции. Потому и позитивная часть всякого форума, включительно и московского, так и в прошлом году обозначиваются всегда определенные проблемы, которые идут на развитие определенных отношений. Так и в этом случае, в этом году форум урбанистический нет. Всех собрал именно с общей темой по тенденциям агломерации. Ну, я думаю, что мы все усилия сделаем, чтобы в Республике Молдовы тоже определенные города превратились в огромные агломерации. Сейчас покажем. Вот как раз здесь новая карта мира. HF Агломерация. Сейчас покажем. Вот как это представлено было. Очень красиво. Покажем пару стендов. Не только китайские тематики, но и экономические, так и логические решения вопросов. Агломерация. Значит, развитие транспортного узла. Как строятся десятки, сотни километров в год. Как смотрю то, что связано с благоустройством, с озеленением города. Да, тратят деньги. Да, тратят очень большие деньги. Но Собянин ставит очень амбициозные такие задачи. Например, сегодня весь центр Москвы в пробках. Потому что одновременно ремонтируется 80 улиц. Расширяется в разы пешеходная часть. И вот то, что... Ну, скажем так, не то, что я в это не верил. Я не понимал, например, как можно добиться того, чтобы разгрузить город за счет того, что сужается дорожная часть. То есть имеется в виду то, что для... Находится в пользование автомобилистов. Да, то, что связано... То, что люди начинают больше ходить пешком. Понимаете, да? Когда широкие тротуары, которые достигают до 15 метров в ширину. И люди просто ходят, кайфуют, пользуются общественным транспортом. Наземным, подземным, потому что... Ну, так им удобнее, так им нравится. Я вам скажу, что в последнее время сам неоднократно посетил московское метро. Сегодня пойдем с Игорем Ильичем туда же. Потому что когда чисто, быстро, очень удобно, то почему нет, да? Самое главное для здоровья и полезности. Совершенно верно. Особенно мне. Игорь Шеремета у нас более модельный такой. Вот ведь от меня. Вот ведь запустился концепт мониторинга движения. Значит, почему очень много наших специалистов приезжает? Потому что то, что они должны увидеть, что мы можем сегодня использовать в Бельцах. А также я говорил несколько раз о том, что вместе с правительством Москвы мы проведем такой же форум в Бельцах в сентябре месяце этого года. Значит, и в том числе есть очень много моментов, связанных с организацией. Значит, нам обещали помочь с приглашением экспертов. Значит, Игорь Ильич сейчас с командой главная задача разработать правильный перечень того, что нам необходимо в Бельцах в первую очередь, да? И пригласят именно международных экспертов с Франции, Германии, России, которые смогут выступить и поделиться своими знаниями не только с руководством Бельц, а также со всеми другими населенными пунктами, другими городами, мэрами других городов в стране. Поэтому это будет очень важное мероприятие для нас. Сегодня результаты опроса ИДИС в ИТОРУ показали, что Бельская мэрия является самая транспарентная в стране, получила оценка А+. Как сказал Игорь Ильич, да, нам есть еще над чем работать, но ту оценку, которую мы получили за два года нашей деятельности, такую оценку не имеет ни одна мэрия в стране, потому что никто не получил оценку даже А и Б. Мы получили Бельца ХА+. Тем более организация, которая занималась этими исследованиями в течение полгода, финансируется Соединенными Штатами Америки, и никто не может обвинить их в предвзятости к нам, именно конкретно говорим про Бельца. А то, что мы обсуждали также с Игорем Ильичом сегодня, это неприятный инцидент. Значит, в Бельцах готовится, я ночью говорил об этом в Одноклассниках, значит, готовятся другие, ну, такие уничтожающего характера акции. В Бельцах это новые обыски, аресты, касаемые муниципального предприятия БИО, озеленение. Потому что, видите ли, там в акте проверки указано, что люди получали премии, кто-то это посчитал незаконным. Послушайте, Бельцы сегодня... И подарки тоже. Да, и подарки работникам. Вы помните, как я вмешивался в историю бельских дворников, и сегодня они все работники нашего муниципального предприятия, они как муравьи с шести утра вкалывают, убирают у нас не того мусора, который есть в Кишиневе и других городах страны. И люди вкалывают, вкалывают за несколько тысяч лет, то, что их поощряет за реальную проделанную работу, за ненарисованную какую-то работу. И сегодня на эту тему возбуждает уголовное дело. Понятно. Также, значит, хотят пустить под каток муниципальное предприятие ДРСУ за то, что вывозят мусор в Карлатены. Там у них есть договор, поэтому договор, они имеют право вывозить там ветки, лисы, да, если не ошибаюсь. Но если выявлены какие-то нарушения, могут возбудить дело, могут прийти с проверкой. Но зачем эти репрессии? Они сегодня в Бельце хотят устроить такой же коллапс, как они устроили в Тишиневе. Значит, мусорная мафия у них под контролем. Значит, канализационщики также под их контролем сегодня живут и так далее. И сегодня я не исключаю, что готовят рейдерскую атаку на город для того, чтобы запугать всех, чтобы показать, что вот, смотрите, вот ничего не делают и так далее. Потому что им не нужна сегодня самая транспарентная мэрия в стране на фоне того колхозного беспредела, который существует сегодня в правительстве, в парламенте и других ветвях власти. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы двигаться вперед. Я хочу сказать всем нашим коллегам, ребят, да, я понимаю, сложно, непрятство, вы не переживайте. Мы никого не бросим, но сегодня, если мы уже взяли на себя миссию очищать страну от этого коррупционного рапона, то мы это обязаны довести до конца. Вот как бы вот так. Поэтому я рекомендую хорошо подумать. И полицейским, и прокурорами я вчера обращался в ночном видеообращении к министру Жездан, к Александру Банзарину, начальнику полиции. Начальник полиции приезжает в Бельск и постоянно орет, почему нет уголовных дел против высоты, почему не посадили Григоришна, почему не посадили до сих пор пчелу, значит, почему не сажаете других руководителей Бельской мэрии, почему не начали жестко прессовать шеремет. Вы понимаете? То есть вот это то, что мы имеем сегодня, чем занимается молдавская полиция. Плюс сопровождает блогеров по тюрьмам, ну они снимают фильм про меня, как и хвастались там в своих сообщениях, ну то, что я опубликовывал, да. Они реально планируют фильм на сентябрь, новые уголовные дела, прокуроры работают над доказательной базой задним числом, покупают свидетелей, ходят, разговаривают с наркоманами, с бандитами, для того, чтобы обязательно вышли люди в фильме, которые скажут, что я там у кого-то украл конфеты в школе, у кого-то забрал мелочь в университете, какие-то новые убийства собираются привязать в 97-98 году. Ну что, я желаю вам успехов. Я очень рад, кстати, я начал выходить в лайв, в том числе и в «Одноклассниках». Я увидел, что десятки тысяч людей, не десятки, а сотни тысяч людей, даже больше миллионов, сегодня наши граждане Молдовы, особенно те, кто в диаспоре, пользуются «Одноклассниками». Я буду выходить, постоянно обсуждать с вами все, что происходит в стране. и мы обязательно должны сделать все для того, чтобы выровнять ситуацию, значит, чтобы выровнять ситуацию, потому что мы обязаны изменить сегодня ситуацию не только в Бельцах, а и во всей стране. А те, кто реально хотят и борются за реальные перемены, тех реально очень жестоко, жестоко прессуют. Значит, Шеремет такой, видите, уже суровый стал. Был такой молодой, улыбчивый парень до 2014 года. Сейчас маленько потемнел. Я светлею, Шеремет темнеет. Вы понимаете, кто из нас как живет. Самое главное, то, что те, которые все это документируют, те же жители муниципалитета. Я просто хочу обратиться к тем же правоохранительным органам. Я все понимаю, но если есть явные какие-то факты, давайте все-таки по законодательству, а не по чьей-то там прихоти или по какому-то заказу. И не надо преувеличивать определенные процессуальные меры, потому что вы вдумаетесь в прошлое работники, бывшие био, которые ранее работали у этих консессионеров, какова у них была ситуация. У них тоже есть семьи, есть дети. Если вы хотите заблокировать наше муниципальное предприятие, на нас как бы вам все равно. Просто вдумайтесь, что будет с ними. Вот сейчас, пока находимся, пока мы выступаем с Игорем Шереметом, мы увидели знакомый лиц. Часть просто знакомых лиц ушла на обед. Мы встретились здесь, переговорились с Максимом Толстым. Игорь Ильич его навещал. Это первый вице-мэр, первый вице-мэр Риги, с которыми мы будем сотрудничать и будем развивать качественные отношения, которые принесут пользу нашим экономическим агентам. Значит, мы сдвинулись в место, начинаем реализовывать проект торговый дом Санкт-Петербург, торговый дом Нижний Новгород. Значит, я очень надеюсь, что к концу года уже будут какие-то конкретные результаты. Новая глава администрации Пуштинского района очень усердно, потому что мы конкретизировали все планы при нашей встрече, при Дня города. Царское село. Идем по тому же темпу и даже ускорительными шагами, чтобы реализовать то, что мы запланировали согласно согласно соглашению по сотрудничеству. Вот. Плюс там уже была закупочная сессия в Санкт-Петербурге, где самые крупные сетевики имели возможность познакомиться с продукцией, которая производится в Бельцах и других городах Молдовы, которые пожелали, чтобы их продукция появилась на рынках Санкт-Петербурга. Сергей Агентинович, мы хотим, мы тут шереметом выступаем, мы хотим поблагодарить человека, который непосредственно принимает огромное участие в жизнедеятельности города Бельцы. Это руководитель Департамента внешних экономических связей Сергей Евгеньевич Ребин, региональный министр правительства Москва. Благодаря ему наши учителя приезжают в Москву на повышение квалификации. Значит, благодаря ему и его непосредственному участию, значит... Ну, я бы уточнил, благодаря правительству Москвы и тому вниманию, которое мэр Москвы уделяет укреплению отношений с нашими дружескими регионами по всему миру. Да, и поэтому Сергей Евгеньевич, так как мы изначально обратились к нему, значит, потом были встречи с Сергеем Семеновичем Собяниным, и то, что делается сегодня, то, что как они болеют за нас, именно за жителей Бельц, то, что Департамент внешних экономических связей, значит, обсуждая сегодня с нами проведение такого же форума, я уже сказал, в сентябре, в Молдавии, наша рабочая группа обсудит детали на этой неделе, но вот от всех бельчан, от всех граждан Молдовы вам огромное спасибо, вас сейчас видят десятки тысяч людей, поэтому вам спасибо от нас. Спасибо. Вот, это наш друг. Спасибо. Вот, поэтому, дорогие друзья, мы будем выходить в прямой эфир по новым мероприятиям, которые будут. Всем хорошего дня, успехов! Спасибо.